Всероссийский день бега отметили в Нижневартовске почти 700 участников, среди которых не только граждане, но и спортсмены-любители. Из соседних городов и даже регионов. В кроссе нации несколько дистанций, которые каждый атлет выбирает в зависимости от подготовки и желания. Среди победителей и призеров мероприятия есть и сотрудники градообразующего предприятия Самотлор Нефтегаза. Сюжет Жанна Кузьминой. Во Всероссийский день бега в Нижневартовске на старт вышли почти 700 человек. Три дистанции, 5, 10 и 21 километр для наиболее подготовленных и массовый старт на километр для школьников. Среди любителей и начинающие атлеты, и ветераны, те, кто бегает в кроссе нации годами. Один из них Денис Тимоховский. Сотрудник Самотлор Нефтегаза спортом увлекается в свободное от работы время. В этом году побежит полумарафонскую дистанцию уже в третий раз. Самотлор Нефтегаз пропагандирует здоровый образ жизни. Как бы стремление есть, чтобы показать результат, как-то выделиться. Все ребята знакомые, интересно пообщаться, прийти. Ну, как бы время провождения лучше, чем дома сидеть. Пропаганда здорового образа жизни – важнейшая составляющая социальной политики Самотлор Нефтегаза. Регулярно спортом занимаются более 2,5 тысяч сотрудников предприятия. И с каждым годом их количество только растет. Нефтяники являются постоянными участниками и призерами не только корпоративных, но и городских окружных соревнований. Так, в кроссе нации Самотлор Нефтегаз в этом году представляли 11 человек. Сотрудники Самотлор Нефтегаза принимают участие в ежегодных соревнованиях кросс-нации. Ведение здорового образа жизни – это очень хорошо, модно. Дистанцию одолели и вартовчане, и жители соседних городов – Стрижевого, Томска и Мегиона. Среди большого количества участников нефтяники выделились особо. Трое стали призерами кросс-нации, а двое – Елена Мищенко и Денис Нестеров – заняли первые места в полумарафоне и на отрезке 5 километров соответственно. Жанна Кузьмина, Андрей Клиницкий, Вести Югория, Нижневартовск.